В имя Отца и Сына и Саддаго Духа, сегодня мы празднуем память, светлую память одного из любимых угодников Божьих Русской Православной Церкви, преподобного и богоносного Отца нашего Серафима, Саровского Чудотворца. Но его слава и почитание его не ограничивается только Русской Православной Церкви, потому что с переводом его жития он стал известен по всему православному миру. И многие не только за границей, но и в традиционных православных странах, как Греции, очень почитают преподобного Серафима и посвящают храмы его памяти. Его отличительная черта была его всегдашняя радость, о Господе, как апостол Павел повелевает всем, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, какое наставление. Воспринял преподобного преподобного Серафима всегда в своей жизни. Он воплощал радость в Господе, благодаря Господу, о том, что он совершил для нашего спасения. Преподобный Серафим отличается также тем, что он был избран Богом еще с юности на этот путь. Есть много разных святых угодников Божьих, гречники, которые покаялись, а потом стали на путь спасения и достигли святости. Преподобный был одним из тех уникальных святых, которые Господь специально посылает нам, гречник, чтобы мы имели наставника, светильника, которому можно было подражать. И еще от юности эти были признаки его избранничества, когда он упал с колокольни, отроком. Господь сохранил его жизнь. И будучи молодым, маленьким, еще мальчиком, он заболел смертельно. И его мать принесла его к иконе губской коленой и приложила его, и он исцелился. И вот замечательно, что сегодня в этом святом храме, в день престольных праздников, у нас есть та самая курская коленная икона, перед которой исцелился отрок Серафима. И дальнейшая его жизнь, его монашеская жизнь, то, что он уплубился в своей душе и воспитал душу свою таким образом, что всегда благодаря Божию пребывал в нем. И он был еще на земле неожидителем, то есть гражданином уже Царства Небесного. И его важность для нас в нашей духовной жизни, что он наставляет нас, как мы должны свою жизнь упорядочить, то есть мы должны углубляться духовно. То есть не просто проявлять внешнюю церковность, посещая богослужения или даже поститься, молиться. Как преподобный говорит, но мы должны себя очищать через покаяние и через молитву настолько, что наша душа и наше тело становятся обитающим для Святого Духа. То есть мы должны приобретать Святого Духа. И Святой Дух, пребывая в нас, проявляет тогда у своих рабов разные дары. Господь дает дары, как радость, любовь, милосердие. У каждого есть дары разные. Особенно даются эти дары людям, которые подвязаются, то есть ведут внутреннюю жизнь. Вот в этом очень важна заслуга преподобного Серафима тем, что он указывает, что есть средства, через которые мы достигаем святости. Но эти средства это еще не цель, окончательная цель, а средства, окончательная цель это быть с Богом. То есть, чтобы Бог был в нас, в наших душах, и мы были в Боге. Вот это и есть та конечная цель, к которому каждый из нас призывается. И вот сегодня празднуем Его Святую Память. Будем просить Его помощь в нашей личной жизни, чтобы мы воспитали душу свою на правильном пути. И мы должны быть уверены, что Господь услышит молитвы нашей особенной листии, и что помогает в этом преподобный Серафим. И он обещал, что если мы будем к нему обращаться, после его кончины, и он особенно говорил о монахине в Дивеевском монастыре, когда он говорил вот точно его слова. Он говорит, я всем хочу помогать, и всех услышу. Я всем буду помогать, и всех услышу, когда мы будем обращаться к нему в молитвах. И он дальше говорит, все приходите ко мне и рассказывайте, как живому о своих скорбях. Я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам. Вот замечательные такие слова, обещания преподобного Серафима, будем всегда помнить эти слова, и к нему непосредственно обращаться всем сердцем, всей душой, чтобы он молился о нас, Господу Богу, помогал бы нам в нашей жизни, и помогал бы нам спастись. Поздравляю всех вас с этим замечательным праздником преподобного Серафима Серовского, праздник прескорный этого святого храма. Аминь. Аминь.